так нарядку взял да стас меня подвез все всем привет такой будет и не виселок о том как я пошел на городе мир g1 но сейчас 830 утра вот за мной южная димирже но это не моя главная сегодня цель а цель дойти до ущелья хабхал и увидеть скалистые горы maps.me пишут то что эти 8 и 6 километров с подъемом где-то 700 метров вот посмотрю как я выдержу иду сейчас по крови тропе вроде как по этой тропе вводят коров на водопой и это самый пока пологий участок наверно но и 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 вот тут золотистый красиво осенний лес прошел два километра за полчаса и поднялся уже больше чем на 200 метров по высоте но тут как раз такая вот обзорная точка со мной на море а очередная пересохшая речка хотя чуть-чуть водички есть идешь-идешь резко начался хвойный лес тут по дороге очень много развивок поэтому чтобы не сбиться с пути на каждой развилки смотрю на карту чтобы понять куда мне идти потому что я здесь первый раз дошел до первого кемпинга дорогу сюда меня занял где-то час 15 но я иду быстрым шагом по расстоянию где-то 3 и 8 километров от места где я стартовал и по высоте при перепад уже больше 300 метров вот очень хорошее место и никого но сегодня понедельник вот по всему шуту пока я иду стоят у такие метки они пока показывают правильно как идти хабхальтским конечником зубьем все что осталось от речки джурова соответственно там впереди водопад должен быть водопада явно нету знаете какой ровный просто ковер минус этого ковра что под ним не видно тропинку и поэтому мне приходится идти чисто по навигатору и полотне чтобы не сбиться и вот судя по карте и то есть тропинка эти тропинку есть прошел уже 47 километра сейчас стою на точке ровно 1000 метров на уровне моря то есть получается от точки старта я поднялся уже на 400 метров осталось еще 200 вверх и еще 4 километра вот туда а и заняло это у меня уже два часа ночевая подъем 8.30 сейчас уже десять тридцать пять и внезапно появилась дорожка которую я так искал уходит а тут кстати место для кемпинга ни одно причем два костровища вот такая панорама горди мир же сам конца ущелья это понимая северная диве мир же самая высокая точка горная гряды там тысяча триста пятьдесят шесть метров над уровня моря я сейчас забираюсь на какой-то тоже гору вторное нужно 1200 метров вышел на вот такое плато панорама на море там вдалеке а уж то уже гора медведь впереди гора базарбай самая вот эта точечка высокая а мне туда слева еще на тиска выйти три с половиной километра но по факту я уже поднялся сейчас должно быть быстро пройти мне с утра не особо с погодой повезло потому что солнце было в такой дымке он сейчас начал распогаживаться и я надеюсь что хотя бы облака появится но несмотря на то что сейчас 26 октября я выхожу гусь горах солнце тут жарит очень низко и вот такая вот красота тот момент когда думал что поднялся похоже остался самый крутой участок пути что там еще дальше непонятно а дальше оказался еще один очень красочный лес какие тут краски семь километров от начала пути два часа 30 минут я уже иду осталось еще километр 300 вот такой вид у меня сзади а вот столько еще пока подниматься на сколько я вижу показалось гора под названием диплис или диплис высота ее 1237 метров получается на три метра даже выше чем ай-петри в районе зубцов там 1234 мне еще осталось пройти вот эту гору и налево за вот этот хребет вот такой вид с горы диплис диплис стоит геодезическая пешка мне идти вот туда после горы диплис я внезапно вышел на прокатанную дорогу наверное это уазики которые возят сюда туристов но они возят их наверно откуда-нибудь там водопад джур-джур горы скалы солнце и золотая осень что еще нужно для отпуска почти рядом с самой высокой точкой как смотровая площадка отмечены вот еще один кемпинг чем такой очень даже на инсервизованный столбики и лет девять километров 300 метров 3 часа 15 минут пути высота сейчас 1220 метров и вот она хапкальское учили по некоторым данным это самые высокие ответственные скалы а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Долина Субтитры создавал DimaTorzok 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 И скалы красивые ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас это было 15 лет назад Можно сказать, что после войны посадили 14 км и 5 часов 15 минут я иду Мне осталось лишь� до 400 метров до перевала Джурова Вот такая красота у меня и еще полтора километра до южной демерджи у меня видно будет большой привал потому что очень с опережением график я вышел к перевалу джурова и уже вот вверх идет дорога на южной демерджи 16 километров и почти шесть часов и вот я на финишной прямой в южной демерджи все что осталось от литра воды большая часть ушла когда я поднимался сейчас уже экономлю и солнце скрылось больше так не печет и вот такой прекрасный вид сижу на скольне южной демерджи до заката еще два часа получил что я рано пришел что будет какой-то погода вот с моря начинает чуть-чуть натягивать облачка может что-то затянет будет интересно сказать вот это не южный демерджи как я считал это горы оленго вот я стою на скалы горы оленго под облаками скрылась а уж то лучистое там море вот над морем облаков нету солнце затянулось очень сильно и вряд ли уже до заката выйдет а до заката уже остался час так что план пройти большим маршрутом еще увидеть красивый закат ну не все получается маршрута я прошел сейчас на данный момент у меня 16 километров 300 метров это за семь с половиной часов и больше двадцати двух тысяч шагов прошел смог как-то ну еще спуститься вниз это уже не так сложно просто всех подъем более погода уже прохладно пришлось надеть куртку спускаться будет даже очень комфортно а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я думаю, час-полтора это у меня займет Но дождусь, все равно, может быть, солнце сейчас покажется в этом небольшом просвете на закате Буквально час назад, когда я пришел сюда, здесь не было снизу ни овочка И вот такой ковер, его натянул буквально за час Субтитры создавал DimaTorzok В общем, к закату все основа оттенна затянула Смысла больше находится здесь нет Поэтому я пошел спускаться Вот начинается тропа вниз К лучистому Такие вот здесь крутые камни И ковер из облаков В котором я сейчас нахожусь И полный штиль Честно говоря, не помню в жизни, чтобы я так шел по горе А снизу были облака То есть целое море облаков Пока я записал прошлое видео Я своим голосом спугнул, я так понял, косулю Я спускаюсь к облакам А облака решили подняться до меня Вот это выглядит примерно вот так Вот я дошел до ковра из облаков И они причем поднялись выше намного Такой причудливый эффект, что облака падают с гор Вот они рассеялись Вот он опять ковер Вот и море вытесняет их А горы не пускают Вот только что я был в облаке и все Наверное метров на 50, на 100 вниз она упала Вот буквально пару минут Я пока я упал еще ниже А вот там пытаются штурмовать гору А видно, может опять упадет Какой-то красный вид И облачность ушла снизу Открыв взор Но сейчас на меня начинает капать дождик Вот это называется солнечной поляной Мне надо идти до нее И уже спускаться от нее вниз вот туда Где горят огни У Чистого Пускай сейчас от солнечной поляны По Чистому Мне кажется, это самый крутой склон И как хорошо, что я по нему Не пошел наверх А пошел по опалу к Москве На поторвую тропе Спускаться даже сложно Примерно О видимости сейчас Я нахожусь в облаке Которое просто вот налетело за 2 минуты И еле-еле вижу дорожку Иду по моему спину И прошел 18 километров уже Все Все, что я вижу сейчас Где-то вдалеке уже едет Стас Я чистой ходьбы По фитнес-бросу лету У меня 10 часов 9 километров И где-то 700 метров Ну и продел я с 8.30 Получается до 18 10 часов Так и есть На этом Репортаж закончен Ура!